Сегодня мы начинаем новый блок, большой, связанный с теорией приближений функций. Я думаю, вам будет интересно, если вы про это ничего не знали раньше. Сначала начнем с общих соображений. Общая задача, когда мы хотим приблизить какую-то функцию, вот так формулируется. У нас есть функция из какого-то класса, и мы хотим в некотором смысле наилучшим образом ее приблизить к другой функции из класса φ простых функций. Ну простых может разное означать. Просто вычисляется или просто простыми свойствами обладает и так далее. И, как правило, мы хотим придумать алгоритм, как вычислить вот это наилучшее приближение, и доказать какие-то оценки ошибки, в зависимости от свойств вот этого класса функций f большое. Вы знаете как минимум два метода приближения функций из матанализа. Ну там она, наверное, у вас неконструктивная была. Вы знаете про многочлен Тейлора точно все. Многочлен Тейлора можно приблизить функцию, и у вас там куча была теорем как раз про оценку ошибки. А второй пример — это ряды Фурье в узком смысле, когда мы по системе синусов-косинусов раскладываем функцию, то же самое. Там понятно, как вычислить коэффициенты математически, и вам доказывали, наверное, много-много теорем в зависимости от гладкости, как там бывают коэффициенты, в каком смысле сходятся и так далее. И вот в целом мы будем примерно тем же заниматься по той же схеме. Единственное, что сразу надо отметить, чем неудобны с практической точки зрения оба этих метода, что в формуле Тейлора нужно знать много производных, а в рядах Фурье вообще нужно иметь представление функции как чего-то непрерывного. Как правило, в реальной жизни у нас нет функции как чего-то непрерывного, очень часто. Это что? Да. Ну вот, вот мы об этом сегодня будем говорить. Это задача интерполяции. Еще очень важно тоже общее соображение, что если мы приблизили нашу какую-то произвольную функцию простой функцией, то очень много задач можно решить для вот этой простой функции, то есть каких вспомогательных характеристик вычислить от приближения, и это будет приближением к этой характеристике от точной функции. Ну, например, вычислить производную, да, можно. Вот мы как-то приблизили функцию многочленом, от многочлена мы умеем считать производной и просто. И мы дальше увидим много примеров этой идеи. Вот численное дифференцирование, интегрирование. В методах оптимизации тоже сейчас такая идея. Давайте локально приблизим функцию там квадратичной, да, и найдем ее минимум. А для квадратичной мы аналитически можем найти. Тут такая общая парадигма, она очень полезная. Еще одно общее соображение, что можно выделить два общих больших подхода к приближению функций. Чаще всего наши вот эти пространства f большое, где лежит наша функция, и φ большое, это наш простой класс функций, это какое-то векторное нормированное пространство. Итак, первый подход. Давайте введем какую-то норму на f большое и будем искать функцию φ маленькая, вот из простого класса функции φ большое, так что норма минимальна. Такая общая постановка. Собственно, например, в тех же редакт-фурье мы это и делаем, да. Мы знаем, что там в l2 это наилучшее приближение. Второй подход — это интерполяционный подход. Пусть у нас есть конечный набор точек, мы их будем называть узлы иногда, x0, xn. И мы будем искать функцию φ из какого-то простого семейства функций, так что она вот в этих узлах принимает такое же значение, как наша функция f, к которой мы хотим приблизиться. Здесь мы про норму заранее ничего не можем сказать. И это как раз очень часто встречается в реальной жизни. То есть мы не знаем функцию, как ее запись через элементарные функции, мы просто смотрим на значение в каком-то дискретном множестве. По этим общим соображениям нет вопросов. Конечно, да. Мы этим и будем заниматься. То есть мы будем какие-то выводить условия, доказывать теоремы, которые нам скажут, когда это будет работать, а когда нет. Итак, давайте в общем виде рассмотрим эту задачу интерполяции. Пусть у нас есть наш базис, точнее наше пространство φ большое n, это линейное подпространство какого-то пространства φ. Там есть базис. Здесь, видите, я делаю нумерацию с нуля, это дальше будет удобно. То есть у нее размерность n плюс 1. Будем искать функцию φ. Из этого подпространства ее можно разложить по базису. Давайте запишем наше интерполяционное условие, что функция φ в узлах должна равняться функции f в узлах. У нас получится такая система уравнений. Проверьте, что вам. Значит, мы решаем только предопределительный пространство, которую мы подвержаем? Да. У нас сейчас все будет конечномерное. Понятно, да, как эта система взялась? Вот мы умножаем строчку на столбец. Коэффициенты в данной точке. Это должно равняться f от x0. И мы сразу можем такую некоторую общую сформулировать теорему, утверждение, что если вот такая матрица для нашего семейства функций не вырождена, да, для произвольных точек, то все, у нас существует единственная функция φ. Вот как мы ее находим. Решаем эту линейную систему, находим коэффициенты. Согласны? Ну и какие самые простые функции φ можно взять? Конечно, многочлены. Мы понимаем, что мы берем многосортные функции, если бы у нас то, что известно. Ну, чтобы матрица квадратная была, да. Мы как-то так и сделаем. И еще тоже интересное соображение. Обратите внимание, что все, что мы умеем делать с числами в реальной жизни, мы умеем их складывать, вычитать, делить, умножать, и то не точно. То есть это, вот вы привыкли, да, мы пишем синусы, логарифмы, мы не знаем, что такое синус или логарифм. Но в любом случае умеем только складывать и умножать конечное число раз. Поэтому, именно поэтому всегда, когда мы приближаем, мы начинаем с многочленов, потому что это функции, которые, чтобы вычислить, нужно сложить и умножить несколько раз. Итак, теперь частный случай, когда вот это наше пространство Фиен, это пространство многочлена в степени не больше, чем Н. Возьмем вот такой базис. Кажется, что он наиболее удобный, да, естественный. Запишем нашу матрицу. Вот это наша матрица А. Это матрица Вандермонда. Была у вас такая, да, матрица? Можно по индукции доказать, что ее детерминант — это вот такое произведение попарное, попарных разностей точек. Поэтому, если мы берем различные узлы, матрица не вырождена, значит, интерполяционный многочлен существует единственным. Вот, собственно, мы доказали утверждение. Но мы знаем про одну проблему с вводной лекцией, наверное, вы помните. Давайте пока скроем, что там написано. Возьмем 100 точек на отрезке от нуля до единицы. С помощью готовой функции посчитаем матрицу А. И что сделаем? Напечатаем число обусловленности этой матрицы. Ну и потом простой тест. Умножим. Возьмем некоторые точные решения. Найдем правую часть, которая равна А умножить на С. И попробуем восстановить этот вектор, решая линейную систему. Как мы всегда делали. Ну мы берем С, да, просто произвольный вектор. АС равняется Б. Вот если в точной арифметике мы бы решали систему с матрицей А и правой частью Б, мы бы получили С. Так мы получаем С с чертой. Вот видите, обусловленность 10 плюс 19, разница огромная. Можно доказать, что обусловленность матрицы Вандермонда растет как 2 в степени M. Примерно. То есть очень быстро. А при любых полетах и целях? При любых. То есть это оценка снизу. А. Казалось бы, все. Только задача нерешаема. Но с другой стороны, смотрите, все, что нам нужно от интерполяционного многочлена, это уметь вычислять его значения в точке. Это тоже простая, но новая для вас возможная идея. Нам не обязательно находить коэффициенты. Нам надо иметь функцию, которая умеет вычислять многочлен в точке. Неважно, как она будет это делать. И оказывается, что можно взять, как мы сейчас потом поймем, это сводится к тому, что мы берем просто другой базис. На самом деле, можно просто явно вычислить интерполяционный многочлен. Возьмем вот такие многочлены степени n. Ровные. Да, они степени ровные. Чтобы они удовлетворяли таким условием, что lg в x и там равен единичке, если совпадают индексы, и 0 иначе. Вот у нас есть узлы, и мы хотим такой многочлен, который в одном узле равен единичке, а у всех остальных ноль. У нас же многочлен существует и единственным, да, такой многочлен точно есть. Кроме того, его можно явно написать. Да почему страшно? Смотрите, мы знаем его нули. Это многочлен степени n, вот его n нулей. Значит, он должен быть вида произведения x минус x. Ит при i не равняется g, а чтобы он был равен единичке, надо пронормировать. Да. Но самое главное, отметим, что если мы такие многочлены построим, то интерполяционный многочлен записывается очень просто. Мы значение в точке умножаем на вот такой многочлен, который равен единичке в этом узле, и все. У нас по построению вот этот многочлен будет принимать в точке x житое, когда мы сюда подставим значение f от x житое, потому что только l ну тут да, только l житое будет отлично от нуля, а все остальные многочлены будут равны нулю. Представили? Да, вот она запись, еще раз. Мы хотим, чтобы у многочленов были такие нули, k не равняется g, и хотим, чтобы в точке x жи он был равен единице, поэтому пронормируем, когда здесь x житое поставлено. Когда мы подставляем x житое, тут будет произведение единичек. Это называется элементарный многочлен на Лагранже. Обратите внимание, что их можно записать так. Взять произведение по всем k, а здесь поделить на x минус x житое, а здесь оставить вот это произведение. Почему это важно? Потому что вот это какие-то числа, и от x зависят только вот эти два выражения, а вот это выражение, оно общее для всех многочленов Лагранжа. У вас на семинаре будет задача, где вы будете это свойство использовать. Вот как они выглядят для n равно 7. Каждый многочлен ставим единички. Обратите внимание, что между узлами он как угодно себя может вести. Он может быть сильно больше единицы, может быть сильно меньше нуля. Просто в этих узлах каждый многочлен в остальных узлах ставим нулю. Вот это? Смотрите, здесь произведение пока не равно j. Домножим числитель и знаменатель на x минус x ж. Вот сюда его написали знаменатель, а в числителе будет произведение по всем уже, по всем k. Ну, при условии, что у нас не совпадает с узлом, то есть если у нас значение в узле, мы знаем, что это значение f от x ж. А зачем? Чтобы увидеть, что на самом деле все многочлены выражаются через вот такой многочлен произведения всех x минус x k. То есть можно сначала вычислить этот многочлен, а потом вычислять эти многочлены очень дешево. Хорошо. Значит, мы предъявили как минимум один способ, как можно построить многочлен, доказали, что он единственный. Давайте докажем оценку погрешности. Теорема. Пусть наши точки принадлежат отрезку AB функция n плюс один раз непрерывно дифференцируема, тогда f от x минус ln от x равняется вот такому выражению. n плюс первая производная в какой-то точке кси, которая зависит от x, на n плюс один факториал, а здесь омега от x, вот этот многочлен произведения x минус x кт. Похоже на старичный член в форме Лагранжа. То есть там у нас было бы x минус x0 в степени n плюс один, а здесь произведение вот таких штук. Здесь надо исправить, здесь должен быть интервал или нет резка. Давайте доказывать. Пусть у нас, ну понятно, если x совпадает с узлом, у нас погрешность 0 будет. Будем рассматривать случай, когда x не совпадает с узлом. В этом случае вот этот многочлен омега от x не равен нулю. Помните, что такое омега от x? Произведение x минус x кт 7k. Давайте рассмотрим такую специально придуманную функцию g от t. Это f от t минус ln от t минус c какое-то число на омега от t. А число вот такое. Здесь скобочек не хватает. Мы так подобрали эту функцию, что g от t обращается в ноль в следующих точках. Давайте проверять. Почему? Ну, смотрите, когда мы берем узлы интерполяции омега равен нулю, да, то, что это произведение x минус x кт. Если x совпадает с одним из узлов, омега равен нулю. А это равно нулю, почему, когда у нас t это какой-то узел? Потому что интерполяционный многочлен, ln в этой точке совпадает. А в точке x мы просто подобрали так константу, да, чтобы если мы сюда подставим на омега x умножим у нас будет f от x минус ln от x и тут то же самое вычтется. Ну, значит, отсюда первая производная имеет хотя бы n плюс 1 0 значит, что n плюс первая производная имеет хотя бы 1 0 на нашем отрезке. То есть существует такая точка кси, что вот эта производная равна нулю. Давайте подсчитаем, чему равна эта производная. Просто дифференцируем. n плюс первая производная минус. Когда мы продифференцируем интерполяционный многочлен n плюс один раз, что у нас получится? производная n плюс первого порядка от многочлена степени n чему равна? Нулю. Ну, то, что у нас максимальная степень, это x степени n. Согласны? то есть это занулится. А здесь будет производная от вот этого нашего многочлена омега от t. Почему она будет равняться n плюс один факториал? Ну, потому что там самый старший омега член будет мега потому что это многочлен да потому что омега это многочлен степени n плюс один это произведение x минус x катая по всем узлам значит у него старший коэффициент один да у него старший член x степени n плюс один мы продифференцируем n плюс один все остальные зануляться останется n плюс один факториал ну и значит отсюда можно выразить если это равно нулю то давайте смотреть откуда это взялось ну мы подставили просто c вот это выражение для c ну кси это и есть наша точка t это равно нулю если мы выразим отсюда вот это получим утверждение теоремы давайте еще раз на нее посмотрим да вот эта формула у нас получится по-моему это доказательство придумал каши такое немного хитрое непонятно как придумать эту функцию но с другой стороны понятно что здесь надо как-то играть на нулях многочленов потому что все многочлены понятно то есть мы доказали сейчас еще оценку ошибки она очень похожа на старочный член в форме Лагранжа и вообще в целом интерполяция это некоторый дискретный аналог ряда Тейлора формулы Тейлора как мы увидим теперь мы придумаем еще один способ как вычислять интерполяционный многочлен то есть первый через базовые многочлены Лагранжа второй способ как мы увидим он допускает важное обобщение ведем сначала понятие разделенной разности пока они может быть немного искусственными будут я в конце скажу как их можно придумать значение в узлах это разделенная разность порядка 0 значение функции в узлах теперь если у нас есть пару узлов XL и XM ведем разделенные разности порядка 1 вот по такой формуле ну как бы конечная разностная производная да похоже то есть разницу между значениями функции разделить на разницу между аргументами и чтобы не путать с значениями функциями будем здесь ставить точку с запятой то есть это набор точек от которых мы берем разделенную разность понятно обозначение и дальше если у нас определены все разделенные разности порядка K-1 то разделенную разность порядка K определим вот так у нас есть точки от X0 до XK мы берем начиная с единички до XK разделенную разность сейчас мы скажем пока считаем что да потом от 0 до K-1 то есть последнюю не берем и разницу между крайними точками берем представили такую форму то есть мы задали для второго порядка дальше рекуррентно можем подсчитать понятно все хорошо давайте докажем такое утверждение разделенная разность от точек X0 и так далее XK это вот такое выражение страшное сумма по G F от X G разделить на произведение XG минус XL по всем L не равняется G утверждение понятно да мы это и потом как следствие заявим что оказывается разделенная разность не зависит от порядка только от множества узлов по индукции доказываем считаем что для K минус 1 это верно просто подставим эти наши выражения для K минус 1 верно для каждой из этих разделенных разностей верно подставляем для них вот эти выражения эти здесь от единички суммирования произведения тоже от единички еще у нас вот этот XK минус X0 множитель от разделенной разности пришел здесь то же самое только от 0 до K минус 1 это вот это разделенная разность тоже от 0 до K минус 1 и опять вот этот множитель пришел это то же самое что было написано до этого понятно надо как-то преобразовать давайте преобразуем вынесем отдельно для 0 и K остальные они будут общие да то есть видите остальные слагаемые будут у них будет много общего вот сумма уже от единички до K минус 1 F от X G и приводим к общему знаменателю смотрите что у нас тут изменилось мы пишем от единицы до K минус 1 а это еще не приводим это мы просто вынесли то есть смотрите у нас здесь от единицы до K и мы вынесли множитель который соответствует K X G минус K отдельно вот отсюда то же самое и с второй суммой здесь от 0 до K минус 1 для L равно единичка у нас будет X G минус X 0 ой извините для L равно 0 будет X минус X 0 а вот этот множитель так и оставим откуда в первом слагаемом что получилось вот здесь мы поменяли где-то порядок вот здесь поменяли порядок смотрите здесь X K минус X 0 а здесь X 0 минус X K здесь будет давайте уточним первый вопрос почему здесь плюс да нет ну вот это это мы просто подставили да это понятно дальше берем отсюда первое слагаемое да это второе слагаемое управо а вот это первое слагаемое почему здесь поменялся знак потому что смотрите здесь последний множитель X там был XK минус X0 во второй слагаемое да подождите у меня запутали вот это пришло из первого слагаемого да все нет это я еще раз запутался F от X0 мы взяли отсюда да да вот здесь X0 минус XK будет множитель а здесь был XK минус X0 то есть мы поменяли знак ну а здесь плюс как он был так ну здесь приводим что у нас получается первые два слагаемых это то что у нас уже было а здесь давайте сообразим что тут будет XG минус X0 минус XG минус XK то есть X0 минус XK будет он сократится вот с этим X да вот здесь получится XK минус X0 он сократится с этим а вот этим мы вставим произведение видимо да да то есть у нас получится произведение X G минус XK и XG минус X0 0 вот здесь у нас было от единицы до XK минус 1 а стало от 0 до K ну и вот это как раз все вместе это и есть утверждение теоремы то есть мы просто вот эти обратно занесем если нулевой и катый член суммы еще раз вот что мы доказали главное что оказывается разделенная разность не зависит от порядка ну в принципе это видно даже по разделенной разности порядка 1 да то есть там если мы меняем и числитель и знаменатель меняет знак ничего не меняется давайте привлечем нашу пока не привлечем давайте докажем вот это что разница между ошибкой интерполяции представляется таким образом мы берем разделенную разность от всех узлов и добавляем туда точку X представили ну вот X зафиксировали это какая-то точка отличная от узлов давайте доказывать определенная разность это не функция это число нет ну здесь она функция от X ну если X фиксированный то есть мы можем для любого набора X вычислить давайте поймем что здесь написано я пока не понимаю мы хотим доказать ну да смотрите это представление многочлена интерполяционного через многочлены Лагранжа помните мы писали там омега X если здесь написать это и будет форма Лагранжа нет это это просто произведение X минус X всех вспомнили посмотрите если мы омега X поделим на X J минус X то у нас будет сверху вот такое же произведение только X минус X K это будет многочлен Лагранжа вот здесь если мы внесем омега на F от X J то есть это и есть интерполяционный многочлен ну да а вот это это и есть разделенная разность вот такого порядка по только что доказанной теореме ну вот мы формулу доказали смотрите если у нас как бы нумерация теперь X это еще какой-то там индекс минус 1 то вот для него мы берем F от X вот оно и произведение по всем X минус XL где XL это все остальные то есть это все остальные узлы то есть это и есть омега либо чудо либо фокус одно из двух непонятно я теперь понял давайте посмотрим да мы вот здесь поменяли то есть здесь должно быть X минус X G да мы поменяли и как раз он здесь должен быть именно с таким знаком X G и X G минус X должно быть теперь давайте что нам хочется делать какое мы знаем еще выражение для F от X минус L от X да ну остаточный член интерполяции давайте их приравняем и увидим что F от X минус L от X это с одной стороны вот этот остаточный член то что мы до этого доказывали с другой стороны это вот такое произведение значит разделенная разность вот такая это производная в какой-то точке ну почему мы доказали мы понимаем смысл разделенной разности то есть это с точностью до множителя производная в какой-то промежуточной точке в целом опять же вот вспомните разделенная разность порядка один это конечно разностная производная все время о среднем понятно это первая производная в какой-то промежуточной точке ну потому что мы доказали это для любого как бы для любого многочлена давайте брать многочлен построенный там по какой-то какого-то подможества узлов а в качестве икса брать там еще один узел то есть неважно как называть иксы это любые точки единственное надо помнить что кси тогда будет принадлежать как бы от минимума этих точек до максу и зачем мы это все доказывали и вводили разделенные разности чтобы доказать форму ньютона можно представить интерполяционный многочлен в таком виде f от x0 это разделенная разность порядка 0 плюс разделенная разность x0 x1 на x минус x0 вот именно да разделенная разность но пока нет но мы сейчас увидим как она в нее переходит но аналогия понятна да разделенная разность это производная на k факториал да в какой-то промежуточной точке то есть это некоторый дискретный аналог формулы Тейлора вот здесь хорошо видно ну потому что здесь нет производных я имею ввиду да в этом смысле еще обратить внимание что так как разделенные разности не зависят от порядка то здесь можно мы как бы начали с точки x0 можно пойти с точки xn в обратную сторону да да но давайте сначала докажем мы же еще не доказали прибавим вычтем как как еще доказывать прибавить вычесть что-нибудь согласны с этим но теперь давайте заметим что многочлен меньшей степени интерполяционный он построен по первым k узлам да а многочлен lk по первым k плюс 1 узлам значит многочлен lk плюс 1 интерполирует он является интерполяционным многочленом lk плюс 1 нет все правильно lk минус 1 интерполирует почему здесь еще раз многочлен l с индексом k это интерполяционный многочлен построенный по первым k узлам от x0 до xk так вот давайте вот эта строчка всем понятно просто по определению многочлен l0 это значение в точке это вот это lk это интерполяционный многочлен построенный по первым k плюс одной точке вот у нас есть узлы x0 xn мы берем от x0 до xk строим по ним интерполяционный многочлен называем его lk интерполяционный многочлен интерполяционный многочлен да сейчас но показывает можно просто показать что там что-то правильно замызляет и то мы просто применяем смотрите пишем нашу формулу для оценки ошибки только теперь наша функция это lk а для нее интерполяционный многочлен это lk плюс 1 мы только что доказали что это разделенная разность вот такая умножить на наш многочлен вот этот омега построенный по от 0 до xk минус 1 согласны? теперь давайте заметим что вот это разделенная разность она порядка получается по k плюс одной точке мы знаем что это k производная функция на k факториал но k производная от многочлена степени k нет это k старший коэффициент на k факториал значит вот это отношение это просто старший коэффициент то есть это число оно не зависит lk да вот lk это вот такой тогда возьмем то есть смотрите вот это рассуждение нам нужно было для того чтобы показать что от x не зависит вот эта разделенная разность то есть это какое-то число а если мы возьмем в качестве x xk то то наша разделенная разность превратиться в разделенную разность от самой функции почему многочлен lk t какие принимают значения вот в этих точках такие же как функция ну значит от него разделенная разность совпадает да ну чтобы мы могли здесь любой x подставить чтобы показать что вот это число а не функция и тогда мы можем здесь вместо x подставить xk и это будет верно для любых вот это если здесь была какая-то любая функция это зависит от x а вот для этой не зависит да тогда мы можем подставить xk и увидеть что это вот такое число которое вычисляется самой функции тогда мы не можем подставить да другое получилось бы число потому что мы доказывали здесь смотрите мы доказали что вот эта разница у нас с одной стороны есть такая формула для ошибки а с другой стороны мы доказали что это разделенная разность на омега мы доказали что разделенная разность которая пока плюс одной точке построена это катая производная на к факториал а катая производная от многочлена это константа вот это опять же это вот это утверждение вот мы мы его доказали в качестве f от x мы как бы подставляем интерполяционный многочлен построенный по большему числу точек для него вот этот lk-1 он является интерполяционным так давайте а почему мы вот это доказали как к этому прийти ну собственно вот так подставим в эту формулу то что мы получили вот мы получили что такая разница это и есть разделенная разность умножить на вот такое произведение но это и есть эта формула да ну эта задача np полная в общем случае насколько я понимаю поэтому там это просто юристический алгоритм нельзя там доказать что он близко к хорошему да но я надеюсь что вы поняли что это нормальная ситуация так вернемся к разделенным разностям и формуле ньютона обратите внимание что здесь тоже есть величины которые можно посчитать и они не зависят от x в котором мы вычисляем значение нет но они задаются рекуррентно это порядка n квадрат вычислений да я понял нет не сломается и в формуле лагранжа там есть другие проблемы но они уходят за рамки нашего поискования здесь главное смотрите в формуле лагранжа там совсем все просто мы не вычисляем практически никакие вспомогательные величины связанные с системой узлов то есть мы не вычисляем коэффициенты а по коэффициентам потом не вычисляем значение то есть мы сразу поставляем значение функции и умножаем на многочинял лагранжа но я понял это не очевидно да что там не будет проблем да возможно там да как-то накопится но нет не сломается во первых никто не считает вот так как мы говорили там немножко другой порядок и для него доказано что не будет роста ошибок про таблицу разделенных разностей просто заметим что надо посчитать сначала вот такой набор зеленых разностей можно его упорядочить в виде такой таблицы и потом по нему по форме ньютона вычислять значения еще раз форма ньютона вот она то есть умножаем на вот эти значения вот такие скобки а здесь обратите внимание что мы вычислили вот эту скобку умножили потом эту скобку умножили еще на одну использовали то есть нам не надо отдельно вычислять вот такие произведения мы просто умножаем и вкладываем я сейчас не про ошибки я имею ввиду что про количество вычислений что для конкретного x а можно за у от n вычислить согласны по форме ньютона да нет вот эти да они вычислены да теперь про то какое обобщение допускает формула ньютона как вы уже сказали и мы уже заметили что это аналог ряда тейлора давайте подумаем что будет происходить если у нас некоторые точки схлопываются стремятся друг к другу кажется что все должно перейти в формулу тейлора а что если мы две точки схлопнем а остальные останутся разными можно так как бы мы это называется эрмитовая интерполяция пусть есть совпадающие узлы то есть мы пишем x0 xn но среди них могут быть одинаковые у них есть какая-то кратность то есть это одно и то же число повторенное сколько-то раз заметим что вот для любой такой сетки где есть кратные узлы мы можем построить какое-то семейство простых сеток простых то есть где все узлы различны так что они в пределе переходят в эту сетку ну представили да то есть у нас есть коинтюзел кратности 2 давайте их вот так развозить на расстояние достаточно маленькое чтобы они на другие узлы не залезали примерно такую какую-то операцию сделали и с помощью предельного перехода по эпсилу можно как раз связать это с нашей формой ньютона можно определить разность разделенную с кратными узлами как такой предел вот если у нас есть семейство сеток которые зависят от эпсилом которые при эпсилом стремящемся к нулю переходят в сетку с кратными узлами мы определим разделенную разность как предел представили опять же для разделенной разности первого порядка это f от x 1 минус f от x2 на x1 минус x2 да нет пока мы пока просто определяем разделенной разности в конце концов нам только производные понадобятся да можно доказать мы опускаем доказательство это упражнение на пределы что если у нас кратность узла не больше чем m и у функции есть m минус 1 непрерывная производная то такой предел существует и не зависит от того как мы делаем переход ну опять же для разности порядка 1 это просто конечно разностная формула для производной если производная существует значит есть предел и он не зависит от того как мы там приближаемся и дальше можно доказать это по индукции да да наверное можно но так так точно все доказывается очень просто и введем обобщенные условия как вы уже сказали пусть у нас есть вот точка z она принадлежит этому семейству набору точек и пусть у нее кратность m то есть на самом деле где-то здесь точка z записана m раз подряд тогда потребуем чтобы в этой точке наш интерполяционный многочлен мы его обозначим h от n совпадал с со значениями функции f и с ее производными да здесь скобочки я потерял то есть чтобы m-1 производная в этой точке совпадала например у нас есть узел кратности 2 мы будем требовать чтобы сама функция сам многочлен совпадал с функцией чтобы производная многочлена с производной функции совпадала в этой точке представили и тогда если у нас есть q попарно различных узлов то есть уникальных всего q и у них вот такие кратности m1 mq то мы можем задать степень многочлена это сумма минус 1 ну потому что если у нас кратность 1 у нас многочлен на единицу меньше степени чем число узлов и здесь так же да то что многочлен степени m он из-за линейного пространства размера с m плюс 1 да и оказывается опять же опускаем доказательства что форма ньютона верна и для случая кратных узлов да то есть у вас вместо точнее не вместо а в какие-то разделенные разности будут входить значения производных уже они не только самой функции вот такой обобщенный многочлен называется многочлен липоленом эрмита это эрмитова интерполяция просто имейте ввиду опять же понятно что в предельном случае если у нас все точки одинаковые мы получим просто формулу Тейлора как вот вы сказали да есть еще вот такой плавный переход есть чисто лагранжевая интерполяция когда все точки различные они могут совпадать совпадать и мы переходим в многочлен Тейлора теперь тоже по-моему полезное наблюдение как разные формы для многочлена связаны с выбором базиса вот смотрите это наш общий наш общий вид для линейной системы здесь фи это какой-то базис самый очевидный вот как мы сказали x-ката а будет матрицей вандермонда чему соответствуют многочлены лагранжа какая будет матрица если базис это многочлены лагранжа базовые она будет единичной потому что многочлены лагранжа они в одной точке равны единичке а в остальных ноль вот это и есть значение то есть это и показывает что мы подбором базиса как бы исключаем вот эту необходимость решать систему мы сразу уже находим нужные коэффициенты поэтому нам и не надо ничего вычислять то есть мы вычислили многочлены лагранжа а коэффициенты это и есть значение в точках вспомнили форму лагранжа это сумма значение в точке умножить на многочлен лагранжа более интересно что для многочленов ньютона извините для многочленов форме ньютона мы получается берем вот такой базис 1 x-x0 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 x-1 и увеличиваем количество скобок и можно заметить что а будет нижнетреугольное почему да согласно и такая задача по-моему будет на семинаре можно вывести форму ньютона просто из решения вот этой линейной системы с треугольной матрицы и это как раз понятнее как можно прийти к разделенным разностям вот откуда они возникают то есть можно по индукции доказать что коэффициенты и будут в этом случае разделенными разностями есть какие-то вопросы пока тогда переходим дальше следующий важный вопрос как выбирать узлы интерполяции иногда бывает такое что мы можем сами выбирать в каких точках вычислить функцию можно ли подбором узлов что-то улучшить давайте посмотрим на формулу для оценки ошибки которую мы доказали вот как мы бы оценивали вот нам надо оценить сверху оценку ошибки ошибку саму смотрите здесь функция кси зависит от х мы не знаем как она зависит это неконструктивное какое-то выражение надо отдельно оценить вот этот множитель максимум на максимум у нас будет оценка такого вида на вот эту константу мы никак не можем повлиять она только на вот этот множитель мы никак не можем повлиять потому что это зависит только от функции она нам дана а вот это как раз зависит от узлов и кажется что меняя узлы мы можем сильно изменить максимум вот этого выражения возникает такая оптимизационная задача давайте искать минимум по всем узлам из отрезка АБ максимума вот такого произведения вот оказывается что есть причем сильно выгоднее и такую задачу мы уже встречали похожую не помните где у нас была похожая задача мы когда метод Ричардсона оптимизировали там тоже нужно было найти многочлен так что максимум на каком-то отрезке минимален среди всех многочленов определенного класса и в данном случае тоже решение этой задачи выражается через многочлены Чебушева еще раз вспомним про них это многочлены которые можно задать разными способами есть вот такое рекуррентное выражение косинус n r косинус t для отрезка минус 1 1 оказывается что это многочлен из этого представления легко находить корни этих многочленов и понятно что этот многочлен от минус единицы до единицы в таких пределах находится ну вот на этом отрезке да можно задать рекуррентно зададим t0 единичка t1 t а при n больше либо равно единице вот по такой рекуррентной формуле можно задать эти многочлены отсюда видно какой будет старший коэффициент этого многочлен 2 2 в степени 2 в степени n минус 1 но если n это степень многочлена то то есть для этого он будет 2 в степени n но у него степень n плюс 1 то есть это будет 2 в степени степени многочлена минус 1 вот да даже здесь я написал это корни можно выразить из тригонометрического представления сейчас я график покажу будет видно как они расположены но самое главное что можно доказать с помощью теоремы об альтернансе такое утверждение что вот такой многочлен если мы его пронормируем на старший коэффициент это многочлен с минимальным уклонением или отклонением от нуля то есть с минимальным максимумом модуля на отрезке минус 1 1 среди всех таких многочленов представили то есть вот мы фиксируем многочлен насколько это оптимально легко понять если вы подставите сюда x в степени n вот давайте возьмем тупой многочлен со старшим коэффициентом единицы x в степени n какое у него будет уклонение 1 а это единица на 2 в степени минус 1 то есть она экспоненциально убывает а потому что мы пронормировали на старший коэффициент а сам многочлен от по модулю не превосходит единицы это видно из тригонометрического представления а почему это верно это можно доказать теоремию об альтернации у него есть n плюс две точки да он уже будет в предел модуль его не будет превосходить единица на 2 степени минус 1 да а это из тригонометрической формы это и видно вот график этого многочлена то есть у него есть максимумы и еще в краях интервала он достигает этих значений нет но теорема говорит о том что у нас отрезок фиксирован вот мы для этого отрезка работаем вот так выглядят корни это можно да представить представьте у вас есть окружность и вы как бы по окружности рисуете синусоиду и потом ее проецируете на плоскость пока неоткуда это я говорю как представить откуда взялась эта картинка представьте вот у вас по кругу вы свернули листочек бумаги рисуете на нем синусоиду она будет равномерно а потом проецируем а потом проецируем на как бы на серединку нет мы проецируем на серединку вот у нас плоскость вот так идет такой цилиндр мы нарисовали равномерную и спроецировали это это зависит от степени в данном случае степень четная у него одинаковые знаки для других степеней будут разные знаки главное обратить внимание что у него узлы корни сильно неравномерные и получается что оптимальное расположение узлов вот такое сильно неравномерное там у него куча еще очень интересных свойств и физических интерпретаций но это можно отдельный курс про это читать главное что он минимизирует оценку остаточного члена давайте посмотрим как это будет или не будет заметно для какого-то конкретного случая так это пропустим вот зададим n равно 20 а это просто сам многочлен давайте дальше сейчас я все запущу просто возьмем такую функцию ну какую-то взяли неважно барицентрик интерполейтер это класс который вычисляет интерполяционный многочлен на семинаре вы узнаете вот формула гранжа можно свести к тому что называется барицентрической формулой нет нет просто ее можно переформулировать мы уже сказали как если вынести омега от x для всех многочленов то можно посчитать дешево он умеет вычислять интерполяционный многочлен он единственным а способ вычисления связан с формой лагранжа ну вот это называется барицентрическая интерполяция когда мы выносим омега от x там получается комбинация там там есть ссылка можете почитать на статью по которой он реализован обратите внимание что это статья сейчас 2004 года при том что эту формулу придумал еще якоби в своей диссертации да но ее переоткрыли как раз связи с тем что появились вычисления вопроса устойчивости оказалось что вот эта формула она очень хороша с точки зрения устойчивости к ошибкам все не перебивайте дайте мне показать эта функция это наш отрезок минус один один пятнадцать это число узлов то есть степень на единицу меньше и вот смотрите равномерная сетка да от минус единицы до единицы находим интерполяционный многочлен вычисляем его значения и то же самое делаем для узлов которые являются нулями многочленов Чебышева вот так их вычислили по формуле просто явной которая из триггометрического представления следует посчитали значения и строим графики давайте нарисуем интерполируется функция вот такая нет вот такая ну просто какая-то гладкая функция смотрите и в том и в другом случае все хорошо откуда это понятно давайте вернемся у нас есть оценка ошибки отсюда что видно что если вот эта константа убывает достаточно быстро с ростом n то независимо от выбора узлов все будет хорошо потому что здесь факториал да он как бы частично убивает вот это вот множитель поэтому есть какой-то класс функций для которых независимо от выбора узлов у вас все будет достаточно хорошо сходить для аналитических функций да 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 но давайте посмотрим второй график на ошибку здесь нарисуем графики точнее абсолютных ошибок видите они уже сильно отличаются они порядка 10 минус 10 но видите ошибка на узлах Чебушева гораздо меньше вот это свойство многочленов Чебушева здесь хорошо видно то есть ну вот как раз да из-за в равномерной сетке будут всплески на краях это легко показать оценку можно доказать что у вас на последнем вот этом интервальчике этот многочлен будет очень большой омега от x между последним и предпоследним узлом он будет наибольшее значение принимать ну давайте какое-нибудь другое число возьмем опять же все хорошо здесь не так видно хорошо разница от x это модуль ошибки в зависимости от x вот на этом интервале это модуль потому что она должна вниз идти но чтобы мы абсолютное значение видели но давайте возьмем другую функцию это это вроде бы бесконечно дифференцированная функция но если мы комплексную плоскость перейдем понятно что у нее есть полюс да единица разделить на 25х квадрат плюс 1 и вот подробная теория всей этой исходимости интерполяционной говорит что для таких функций все будет хуже то же самое делаем и вот здесь уже это не ошибка а сама функция давайте саму функцию чтобы вы увидели возьмем 5 вот смотрите черным это точная функция казалось бы она тоже такая гладенькая для маленького да давайте увеличим 10 возьмем ну Чебышев кажется лучше да то что здесь большие всплески так вот здесь ошибка давайте нарисуем обе ошибки здесь пока незаметно да у Чебышева в середине ошибка больше у этого на краях давайте возьмем больше значения то есть ошибка в uniform 8 а здесь ну если так грубо рассуждать то так видите для многочлена Чебышева ошибка продолжает убывать и это пример для которого интерполяция на равномерной сетке вообще расходится то есть у вас будет возрастать ошибка с увеличением числа узлов в то же время для многочленов Чебышева по моему на следующей лекции покажу формулировку теорем можно доказать что если функция хотя бы липшиц непрерывная то у вас будет сходимость для многочленов для многочлена построенного по узлам Чебышева если это узлы Чебышева то не бывает а вот если это равномерные узлы то бывает а из-за этого очень часто даже во многих учебниках особенно старых вы можете встретить что типа вот у нас интерполяция плохо работает для многочленов высокой степени поэтому никогда ее не используйте но это неправда нет это не связано с этим это связано с этим результатом если вы берете равномерные узлы действительно у вас для каких-то функций даже бесконечно дифференцированных у вас просто расходиться будет процесс но при этом для многочленов Чебышева если она хотя бы липшица непрерывная он будет сходиться всегда кроме того если она там гладкая он будет сходиться очень быстро поэтому вот это разделите у себя в голове что в целом интерполяция работает для любого для миллиона узлов она будет работать и вы можете и сходиться и при этом у вас алгоритм для вычисления он устойчив к ошибкам но если у вас равномерная сетка то все будет плохо и мы еще поговорим в следующий раз немного будет понятнее может быть почему это так что тут еще какие может быть у вас вопросы да это следует из теоремы которые я не умею доказывать поэтому мы их не доказываем они очень достаточно громоздкие то есть там выводится некоторое общее условие наиболее общее когда у вас есть продолжение функции в комплексную плоскость и на нее накладываются какие-то условия она должна быть аналитическая в некотором эллипсе вокруг вот этого отрезка на действительной оси тогда все будет сходиться как раз вот эта функция не такая я точно не скажу но вот характер теорем такой думаю что для нас с вами главное запомнить вот это разделение что если какая-то функция очень хорошая да у нее очень быстро бывает производная даже для равномерной сетки все будет хорошо с ростом степени многочлена вы будете получать ошибку все меньше и меньше в общем случае надо использовать узлы Чебышова еще важное замечание можно использовать не обязательно узлы Чебышова а любую систему узлов в которой примерно такая густота грубо говоря то есть важна предельная плотность числа узлов распределение должно быть типа единица на вот такое должно быть по-моему да единица на корень из 1 минус x в квадрате вот это как бы плотность узлов от x на отрезке 1 минус 1 1 то есть она должна быть очень большой стремиться к бесконечности на краях и всегда быть меньше в центре то есть можно брать не нули а экстремум у многочленов Чебышова можно брать ну да ну я имею ввиду что она не равна да там может быть множитель какой-то такой просто это тоже важно потому что может сложиться впечатление что вот если мы возьмем многочлен Чебышова плюс 10 минус 10 то это все разойдется нет то есть главное примерно вот эта плотность распределения плотности узлов по отрезку что еще тут надо сказать да еще не путайте в следующий раз мы будем говорить об обусловленности задачи интерполяции не путайте ее с обусловленностью матрицы вандермонда то есть есть обусловленность задачи интерполяции чисто математическая что если мы шевелим значением в узлах у нас шевелится интерполяционный многочлен а есть конкретно плохой путь вычисления интерполяционного многочлена через коэффициенты через матрицу вандермонда он просто приводит к плохо обусловленной линейной системе поэтому он плохой но тем не менее в numpy polyfit и в matlab я знаю тоже есть функция которая использует именно этот способ так что имейте это ввиду желаю прежде это а это до попробовать и полов ост... During the